Всем привет! Меня зовут Вика, и вы на канале Вика Аверкрас Тич. Из названия данного видео я предполагаю, что вы поняли, о чем будет это видео. Да, это будут планы на 2023 год. Кто меня давно знает, смотрит, они знают, что я всегда говорю, что никаких планов я строить не буду, мне это не надо и не надо. Тут мы вчера поговорили об этом с мужем, и муж мне говорит, Вика, если не будешь строить планы, то ты ничего не выполнишь. То есть да, это хорошо, когда у тебя нет планов, тра-та-та, но если нет какого-то хотя бы плана, не знаю, какой-то проекции хотя бы, то планов ты не выполнишь своих. То есть распылишься и не выполнишь. Он говорит, ты выбери хотя бы что-то, одно направление и делай это. Но он это говорил не про вышивку, то есть это было про жизнь в общем. Вот, но я решила, что в вышивальном плане у меня тоже должны быть, должен быть план. Поэтому вчера я посидела, подумала, посчитала даже все по крестикам, поэтому у меня тут будет четко выверенный план. Конечно, с таким запасом крестиков, чтобы я могла еще что-то не, скажем так, делать что-то не по плану, но этого будет не очень много, поэтому я думаю, что... Ну, посмотрим, как я буду следовать планам. Может быть, я немножечко подросла и выросла, и теперь я могу следовать плану. В общем, поживем-увидим. Но показать здесь поудобнее. Берите чаек, кофеек, вышивку. Не знаю, что вы делаете, когда смотрите подобного плана видео. И погнали! Начнем с того, что в следующем году я обещаю себе, что я буду брать новый старт, когда закончу два предыдущих. Можно, конечно, в кредит, скажем так, но это на праздник, скажем, на день рождения, потому что на день рождения я начну старт, но об этом позже, вот. Так что для дня рождения я делаю скидку, можно брать кредит, если я не закончу два сюжета, вот. А так, в целом, нельзя. То есть закончила два сюжета, начала один. Закончила один, новый старт не начала, как бы, да. Вот. Так что это, скажем так, первый пункт, первое мое наставление, вот. Я написала все это на бумажке, себе приклею над столом, вот. И буду следить. Не, скажем так, шаг вправо, шаг влево, все. Вот. Следующее, что я себе предположила, это 5. Моя норма 180 тысяч крестиков. Я знаю, что, скорее всего, я ее не выполню, поэтому, ну, будем стараться. В этот раз я не дотянула около 10 тысяч, но все это из-за известных проблем. Я про них постоянно рассказываю, поэтому даже не буду, вот. Так что, да. И теперь давайте перейдем к цифрам. сугубо к цифрам. Кто цифры не любит, просто смотрите на сюжеты и пропускайте мимо всю бухгалтерию, скажем так. У меня просто мама бухгалтер, муж у меня аналитик, и поэтому мне все в этой бухгалтерии. Так что давайте приступим непосредственно к процессам и моему плану по ним. Так, первый план, который я постараюсь осуществить в январе, в ближайшее время, это закончить ферму из журнала Cross Stitching от ноября 2013 года. Это самый мой главный план, закончить ферму. Вот. Здесь осталось всего 3580 крестиков, поэтому я думаю, что за две недели в неторопливом темпе я должна справиться с этим. И я думаю, что если ничего сверх неординарного не случится, то это будет финиш в ближайшее время. Вот. Я, когда возьму этот процесс, а именно я его возьму, знаете, когда? Завтра. Сегодня я еще другого вышиваю, а завтра возьму вот это прямо до конца недели. Я передвину пяльца, получается, вправо. Туда. Для меня вправо. Вот. И уже начну зашивать эту последнюю полоску, но я, надеюсь, ставила превью, поэтому вы все видите, сам сюжет. Низ у меня полностью заполнен, тут ничего нет, осталась только эта полоска. Тут зелень будет, немножечко еще овечек будет, заборы, листва, в общем. Вот, да. Не знаю, веселье-не веселье меня ждет, но я думаю, что я справлюсь. Так что первый пункт. Второй пункт. Я должна закончить букет от Алены Савченко, чтобы начать другой. Я решила, что в каждом году у меня будет финиш от Алены, ее букетиков. Вот. Поэтому я хочу в этом году сделать финиш. Здесь осталось всего 9000. Сейчас вам скажу 9000. 710 крестиков. Я считаю, вполне нормально. Потихоньку, полегоньку можно вышить. Главное, правильно распределить свои силы. Ну, я так считаю. Сейчас вы все поймете. У меня прям все строго, четко по крестикам. Это первый раз я так составляю, поэтому не знаю. Приемлемо это будет для меня. Нет, может быть, я в конце такая. Не могу, все отстанет от меня. Хочу. Хочу свободное плавание и дрейфтовать. Дрифтовать. Не дрифтовать, дрейфовать. Вот. Так что вот такой букетик я собираюсь закончить. Здесь 9710 крестиков на сегодняшний день. Так, следующий пункт, что у меня вот этот сюжет, а именно Нью-Йорк от Мережки или Осенняя Аура называется, будет после фермы. Это будет у меня основным процессом, и я его буду заканчивать. В данном сюжете осталось 36777 крестиков. Красивое число. Вот. И я буду также вышивать по полторы тысячи в неделю. То есть вместе получается сколько? Шесть тысяч крестиков? Шесть тысяч крестиков, да? Я посчитала, у меня уйдет на это 24 недели. 24 недели, что-то волосы какие-то. 24 недели или шесть с небольшим месяцем. То есть полгода, в общем, полгода. Должна за полгода я его вышить. Ну, поставила себе цель, потому что тем более этот процесс у меня с 21 года, и уже дальше как бы тянуть нельзя. Вот. И вот ферму у меня тоже с 21 года, я ее буду заканчивать. И еще один процесс с 21 года. Остальные уже вроде более новенькие у меня. Вот. Так что это следующий пункт моего плана. Так. Это у меня процесс каждомесячный. Если можно так выразиться. Это пионы в вазе от Екатерины Волковой. Я для себя выбрала норму. Я каждый месяц, 1-2 числа, вышиваю данный процесс. Сегодня 3 января, и я еще вышиваю, потому что 1 числа я вышивала другой процесс. Да. Поэтому немножечко сроки сдвинулись. Вот. И в среднем каждый месяц я вышиваю по 1000 крестиков. Так вот, по моим подсчетам, через 10 небольших месяцев, то есть к концу года, я его должна закончить. Я беру ставки еще на то, что в какой-то месте я могу меньше вышивать. Но я думаю, что когда там останется 1-2 тысячи, я уже не буду просто его отодвигать и сразу закончить, чтобы не оставлять на потом. Вот. Но все равно в среднем я взяла 12 месяц, чтобы точно, и вот эти вот 10 тысяч 800, сколько там, 50-49 крестиков я должна закончить за этот год. Вот. То есть каждый месяц по 1000 крестиков в среднем. А там как пойдет. А вот со следующим пунктом я не определилась, потому что сюжеты одинаковые. И я не знаю, какой выбрать. Потом. Это по живому увидим. Один из претендентов — это девушка, которая называется «Клубничная» от дизайнера Paradise Teach. Вот. Здесь осталось 8108 крестиков. Или закончить, подвигать и закончить сюжет от Виктории Пахомовой, который называется «Осенний маяк». Здесь тоже плюс-минус 8100 крестиков. Поэтому над этими сюжетами я думаю, какой у меня будет ближе к сердцу, тот и возьму. Они оба 2022 года, поэтому они, ну, плюс-минус равномерно. То есть этот начала я только в декабре, а этот начала я в июле месяц. Единственная разница. Поэтому не знаю. Посмотрим. Скажем так, к чему рука, к чему сердце потянется, то и выше. А может быть, в каждом выше по 4000 крестиков как бы продвину на... Ну, каждый процесс продвинут наполовину. Посмотрим. Не знаю. Но вот эти два процесса я заявляю на то, что я их должна продвигать, потому что они равнозначны в количестве крестиков. Вот. И оба сюжеты мне очень нравятся. Это, конечно, более разнообразная девушка, но девушка мне безумно нравится. Поэтому я считаю их примерно одинаковым для себя. Как эмоционально, так и по количеству крестиков. Это немножечко полегче, кстати, по сложности. Это потяжелее, потому что это шьется даже тот факт, что на 28-м каунте, а это на 32-м. Вот. Очень тараторим. Извините, не знаю, что-то я так притараторила, даже не понимаю, почему. Вот. Так что вот один из пунктов плана. Я и так побыстренько. У меня каждый час так за 15 минут хоп-хоп-хоп. И все вам расскажу, как бы. Ну ладно, план есть план, как бы. Окей. Так. Следующий такой будет у меня прям плон-плонище. Это Dimensions, Водный путь. Я бы назвала, конечно, его очаровательным каким-то таким каналом. Но Водный путь, русский переводит, пусть будет Водный путь, мне как бы все равно. Но это известный сюжет. Значит, я вступила, скажем так, в Между собойчик, чтобы Дим вышивать, сюжеты Дим вышивать каждый месяц по сколько-то процентов. Я для себя заявила два Дима, один из которых Dimensions, и выбрала для себя продвижение на 7%. Так, 7% в этом сюжете, это 2800 каждый месяц. Вот. Так что этот сюжет я буду вышивать по 2800 каждый месяц. И к концу года у меня должно получиться 33600 крестиков. А закончу я, не закончу, не знаю, потому что останется там еще плюс сколько там, 3 или 4 тысячи, не знаю. Но вот на 33600 должна железно продвинуть, по крайней мере, я в себя верю. Это так смешно. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я заявила этот процесс, заявила количество крестиков, 7%, 2800. Ну, буду стараться продержаться хотя бы несколько месяцев. Блин, это так смешно, если честно. Вот. Ну, посмотрим, какой из меня следователь планов. О. Также Дим, но на этот раз это индианка или зов предков. Не знаю, как правильно так и называйте. В этом, этот сюжет я должна продвигать тоже на 7% и полторы тысячи крестиков. Если полторы тысячи мы умножим, нет. А, в общем, у меня так получилось, я так интересно считала, что вот если вышивать по 1500, то у меня останется... Я вышлю 18 тысяч, 18 тысяч за год. Но там останется еще 2000 вышить. То есть, как бы, 2000 осталось, я не оставлю, скорее всего, на конец. Тем более, если у меня будет так прям к завершению идти. То я пообещала себе, что я дошью этот процесс до конца года. Может быть, закончим где-нибудь в декабре. И получается, что здесь будет 18 тысяч плюс 2. То есть, примерно 10 с небольшим. Ой, 20 с небольшим. Вот. Посмотрим, как я справлюсь. Не знаю. Посмотрим. Но я поставила себе наполеоновские планы, что к концу года я должна его закончить. Давайте запечатлим этот момент и посмотрим, что у меня из этого, как бы, получится. Ну, сюжет мне нравится. Он замечательный. И, по крайней мере, я его точно продвину на энное количество крестиков. А какое-то будет количество уже неизвестно. Но посмотрим. Вот. А также один из строгих планов. После Мережки. Я же его закончу за полгода, как я предполагаю. У меня станет основным процессом. Это гумпольт. Залив гумпольта. И здесь осталось выше, девчонки, знаете сколько? 19 тысяч крестиков. Сейчас я точно посмотрю. 19,550. И я решила, что это количество крестиков я могу вышить за три с половиной месяца. Не знаю. Не знаю. Посмотрим. Ну, будем следовать плану. За три с половиной месяца я должна вышить этот сюжет. Получается 15 тысяч. О, господи. Полторы тысячи каждую неделю. После Мережки. Вот. Посмотрим. Посмотрим. Но этот сюжет шьется очень легко. То есть, можно 700 делать за день. И поэтому, может быть, может быть, я и смогу. Единственное, что все равно нужно прерываться на что-либо. Ну, не знаю. Там еще Дим будет. Будет этот. Индианка. Вот. Тоже Дим. Блин, даже не знаю. Посмотрим на январе и на феврале, что у меня из этого получится. Потому что вот это будет показать. Смогу я придерживаться или не смогу. Ну, вот. Прелесть. Так нравится. Я, к сожалению, не буду вам его раскрыть, потому что я его прям так запечатала конкретно. Вот. Подведем такой мини-итог. То есть, получается, я должна вот из точного плана вышить 142 тысячи, 541 крестик. Как бы. Не знаю, не знаю. Но должна. Вот это вот 100%. Дальше идем к стартам и продвижению. На свой день рождения, о чем я заявляла в начале видео, я начну старт. Независимо от того, сколько процессов я закончу. И это будет сюжет от Мережки под названием Элпенвиллс, то есть Альпийская деревня. Но я знаю, что это этот... Как он называется? Гельштадт? Гельштадт? Гельштадт. Это действительно австрийская деревушка, которая находится в Австрии. Это австрийский городок. Мы с мужем безумно туда хотели попасть в конце декабряда 2021 года. Но почему-то в тот месяц, когда мы решили поехать, этот город закрыли из-за ковида туда въезд. Вы знаете, мне кажется, это были настолько мелкие проблемы тогда. Закрывали что-то от ковида. Мы там возмущались. Что сейчас происходит, вообще непонятно. Но мы туда не попали. Но очень хотелось. Поэтому я начну этот сюжет. Да. Он такой толстенький. Здесь три плашки. Основа вот такого бежевого цвета. Он у меня, видите, разорвался. Упаковку у Мережки так себе. Так что начну. Покажу, наверное. Может, не покажу. Не знаю. Но тут у меня план просто начать. Вышить старт как бы тысячи крестиков. А там как пойдет. Просто я поставила себе тысячи крестиков. Просто начать. Все. Счевете новенькая вот эта вот. Нет. Для блендов вот это очень удобно. Сейчас особенно волковый я шью. Там столько блендов, девочки, что я вот все вешаю на такие органайзеры. Потому что использовать в Мердубко или от Алиэкспресс, ну, знаете, дорогого удовольствия. Просто мне жалко под вот эти вот бленды тратить столько органайзеров. Поэтому я решила для себя, что я буду так делать. Поэтому мне пригодится. Я отлежу так себе в комарку, в хомячную орку занесу. Следующий старт, который я бы запланировал на 2023 год. Хотя, знаете, планирование так себе. Это в серию к нектаринкам. Вот этим вот. Вот этим вот. На той же основе. На минуточку. Будут у меня авокадо от Евгении Плуэктовой. Сейчас так вот вам разверну бумажечку. Ой. Тканюшку. И вставлю картинку, чтобы вы понимали примерно, как это будет смотреться. На вот этой основе буду вышивать авокадо. Когда начну? Когда закончу два каких-либо сюжета. Не знаю, когда это будет. Возможно, не скоро. Вот. И также после букетика от Алены Савченко, как я вам и говорила, я хочу начать рождественский букетик. Это Ева. Такая серая. Передается вам она неправильно. Вот она такая, Ева. Хочу начать букетик с этой, как она называется, звезда рождественская. Блин, забыла. Словно вы поняли. Я трассин такой красненький. Рождественская звезда называется. Пуансеттия, вот, пуансеттия. Вот, на вот этой вот основе, мне кажется, вообще будет чудно-классно. Сейчас, блин, я даже белого цвета-то не оставлю. Как-то встаю. Ну, в общем, вот. Сейчас я попробую закрыть свет. Вот, так лучше видно. И сейчас ставлю картинку. Вот. Это тоже один из моих планов. Плановых стартов на вот этой вот Еве. Потому что сюжет на Еве я обожаю. Сам процесс на Еве я обожаю. Поэтому тоже. Вот эти три старта железно. А дальше как пойдёт? Вы знаете, меня... Последнее время как-то уже на старты не трогает, потому что я их столько начала, что... У меня там столько лежит, как бы... Что я не хочу. Вот. При подсчёте на каждом из этих... А! Вот этот сюжет, который... От Алёны Савченко букетик. Я хочу просто стартануть, продвинуть, как продвинуться. И просто я поставила себе тысячу крестиков. Как бы посчитала в свой план. А вот этот сюжет с авокадинками на вот этой основе я хочу закончить. Начать и закончить. Здесь всего 4600 крестиков. Как бы тоже ни о чём. И вот его я бы хотела закончить. То есть ещё плюс. Почти... Получается... Почти 7000. То есть по точному плану у меня получается 155 тысяч. 152 крестика. Ну, не хухрые-мухрые, правда? Вот. И в свободном доступе у меня получается 24848 крестиков. В эти крестики я как бы собираюсь впихнуть, скажем так, вот продвижение по всем моим процессам. Неважно сколько. Вот просто сколько-то вот из этих крестиков у меня уйдут на продвижение. И, возможно, какие-то старты. Но, судя по моему плану, стартов будет немного. Потому что закончу, например, Индианку и Диму я точно к концу года, скажем так. Волкову тоже к концу года. Это три финиша. Вот букетик, может быть, раньше закончу. Вот старт. Точно закончу ферму рано. А вот всё остальное под вопросиком. А, ну Нью-Йорк ещё закончу, потому что я оставлю на полгода. Это вот три. Поэтому даже не знаю. Может быть, буду к концу года так же стартовать. Посмотрим. Ну, на этом, наверное, всё. Видео получилось короткое, потому что это структурированные планы. О чём тут говорить. Ну вот. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Делитесь, пожалуйста, своим мнением. Пишите свои комментарии. Как вы думаете насчёт этого плана? Реальный он или нереальный? Реальный, нереальный песенка вспомнилась? Вот. И напишите, что вам из этого понравилось. Может быть, вы что-то тоже вышиваете. Дадите мне какие-то советы. Скажем так. Это трудно вышивать. Ты его не вышьешь. Это я шучу. Вот. Так что спасибо вам за просмотр. Я вам хочу пожелать оставаться человеком в это сложное время. Не терять в себе человечность. И перепроверять всю информацию, которая вам идёт с любых сторон. Как говорил какой-то известный человек, если мы сомневаемся, если мы думаем, значит, мы живём и существуем. Фраза, может быть, искажена, но смысл в этом. Вот. Так что всё. До новых видео. Следующее видео, когда выйдет, не знаю, потому что я снимать много не буду. Отнимать слишком много времени. Буду снимать, может быть, итоги месяца, итоги сезона и какие-то интересные видео. У меня подготовка сейчас к видео о тех процессах, которые бы я когда-либо хотела начать подбором. Там старый Дим, старый Жандин, может быть, Дизайн Воркс, я уже не помню. Что-то из российских, которых я точно сейчас не найду. Вот. И также видео, это Special for Iro, о аксессуарах. Я тут что-то думала, размышляла. Очень много у меня мыслей, записей. Тоже думаю, как лучше снять. Вот. Это ещё одно из видео. Поэтому как-то распределю, как-то сделаю. Но я думаю, что в месяц, наверное, будет выходить одно-два видео максимум. Посмотрим. Ну всё. Спасибо вам за просмотры, за комментарии. Всего вам самого доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok